Как-то враз и невзначай сдулись автомобильные мегамагнаты магнитогорской расфасовки. И за 2009 год мы не видели ни полуголых танцовщиц на презентациях, ни, собственно, презентации авто. И то ли еще будет в году 2010-м. Нам надо понимать, что развивать отечественный автопром Россия все-таки будет. И жестокой растаможки никто не отменит. Поэтому, если новое и доступное это Санг Янг, BMW, УАЗ и ФИАТ, это, естественно, автоград, автомобили со звездами дешевле и разумнее БУ, и вообще, зачем нужны носители колец, ромбов, знаков мужского достоинства, рогов и бриллиантов, непонятно. Тогда самый дешевый и самый достойный и малейшего внимания автомобиль стоит от полутора миллионов. Дело в том, что процесс развития своего автопрома безболезненно не проходил никто. Ни Таиланд, ни Корея, ни Индия. И теперь и там, и у нас есть достойные образцы. И кто стал их продавать? Ну и, естественно, автоград. Так что мы советуем и предсказываем. Ставки под номер с реквизитами автограда будут особенно популярны в следующем году. Ну и опять, в автограде у нас все всегда для клиентов. Новогодние скетки, подарки. Несмотря на то, что цены конкурентов на девятый год по сравнению с восьмым очень сильно возросли, на Сан-Йонгах это сказалось, так скажем, совсем минимально. То есть цены практически в сравнении с восьмым годом не выросли. Для сравнения автомобиль Сан-Йонг, например, возьмем Кайрон, у нас стоит девятого года автомобиль от 699 тысяч рублей. То есть ценник, в принципе, достаточно приемлем, опять же, для полноприводных равных внедорожников. Также у нас остались продажи нескольких автомобилей восьмого года, это Сан-Йонг, Рекстон, на которые продолжают действовать скидки до 150 тысяч, а также дарим отдельно еще от скидки дополнительные индивидуальные подарки стоимостью до 50 тысяч рублей. Также компания Автоград подготовилась к зимнему сезону. Для любителей активного отдыха, свежего воздуха, мы, как всегда, выставили в продажу наши снегоходы Polaris. Достаточно большой выбор моделей, очень низкие цены. Приходите, мы вас ждем. Продолжение следует... Страна России, последователь СССР не может обойтись без итальянского автопрома. Естественно. Все модификации Fiat будут производиться в России. И вот тогда на основе той базы, которая сейчас есть, а надо сказать, что производственная база располагается здесь, не без реков, в Набельных Челлах. вот у нас пожалуй не будет другого выхода у большинства как ездить на 5 я вам скажу что фиата сегодня и сейчас это очень очень достойные автомобили казалось бы вот есть такая штука как добло вот так вот на этом добле я катался в турции очень понравилось место много и то что надо то что доктор прописал что касается того автомобиль на который мы сейчас едем но скажу вам так полный привод никогда не давался бесплатно соответственно за него немножко добавить но на таком полном приводе а мы вам сейчас покажем как на нем можно есть вот кроме всего все те фиаты которые представлены в автограде то на маржане 9 обладают сегодня сейчас очень-очень приятный такой скидкой предновогодние подарки причем подарки на все буквально фиаты которые вы приобретаете просили чей я песенку спою в отдельную потому что настоящий вот паркетник причем безальтернативный такой который ну на механочке может гонять или как двигателем 16 вот но самое большое мое пожелание вам господа в преддверии нового года пожалуйста закажите в автограде все от 500 ну просто пожалуйста потому что ну извини там мини-купер отдыхает и смарт тоже задумывается а я вам показал что за машинку а теперь ну как мы обещали на фиате сидичи мы прокатимся там где обычно мы катаем на джипах а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok